Привет, друзья! В чём тайна целебного действия гипноза, аутотренинга, медитации, бубна шамана, потом перебора наших упражнений, которые синхронны по вашему текущему состоянию, которые даются вам просто, легко, свободно и с большим эффектом, потому что они согласуются с текущим индивидуальным состоянием. И вот мне друг мой написал, и мы будем с ним делать бесплатный векбез в следующий раз, я его приглашу, потому что он удивительные вещи написал. Он написал, что когда шаман делает свои бубны, делает вот так вот, то он наблюдает, наверное, за человеком. И от высоких частотных ударов переходит постепенно к медленным, а потом опять, и, короче говоря, смотрит, что совпадает с человеком, и тот начинает при этом переходить в состояние. В чём причина? Почему так происходит? Потому что, я вам сейчас отвечу, это очень, как говорится, просто. Участники нашей школы, человек, больших, хомофутурос, уже многие знают об этом, что в основе переключения работы мозга лежит нулевое состояние. Это бесценное состояние, нейтральное состояние, в котором нет мыслей, в котором нет эмоций, стало быть, и нету вашего эго. Эго нету, имеется в виду в отрицательном смысле эго нету. И всё зависит от того, в каком вы были исходном состоянии. Потому что, если вы вышли в это состояние нуля, которое у нас бывает между сном и бодрствованием, если вы вышли на него, сейчас открываю секрет, из стресса, то есть высокого напряжения, там, где адреналин бушует, если вы вышли оттуда, в этот ноль, тут на контрасте включаются эндорфины, и поэтому так называемый нервонический окрас. А если вы вышли из исходного спокойного более-менее состояния на этот ноль, то на контрасте вы ничего не видите, потому что там нечего с чем-то сравнивать. И вы это состояние тогда нулевое, нормальное, бесценное, эту сокровищницу нашего здоровья не цените, не используете, потому что всё время заняты, задействованы какими-то делами, и вам некогда, просто у вас нет личного времени, чтобы освободиться от всех этих задействованностей и выйти на это состояние безмятежности, и в этом состоянии побыть некоторое время, потому что в этом состоянии как раз-таки и происходит то таинство восстановительных процессов, которые называются целебными. И в чём заслуга Кашпировского, например, в этом смысле? А я и подумал, да оно же в том, что много-много людей оказалось с помощью его сеансов выздоравливают. Ну, про недостатки я сейчас говорить не буду, они тоже есть, да, потому что, ну, во-первых, первый недостаток, что-то кто-то вот такой пришёл на сеанс и вошёл в состояние этой безмятежности, и там у него и руки сами включаются, и другие движения спонтанно происходят, он даже не заметил этого. То есть он заметил, но не обратил на это внимание и не осознал, что это важный момент. А мы в нашей школе помогаем понять, что если человек будет делать вот так, а потом вот так, и подбирать себе эти частоты, движения, он тоже выходит на состояние. То есть мы пошли дальше. Но вопрос-то заключается в том, что здесь у нас человек сам может это всё делать, и ему гипнотизёр не нужен. А во всех других методах там нужен кто-то, который бы ему перебирал. Шаман, например. Или вы песню вот посмотрите, как она работает. Когда частота песни, ну, там, какие-то повторяемые события, какие-то ритмы соответствуют вашему состоянию, вы прямо входите в это состояние, прямо. И песня нам жить, и дружить помогает, да? То есть, короче говоря, это просто ноль, который лежит в сердцевине. Это причина целебности, и это очень важное состояние глубины безмятежности, но которое, поскольку оно родное нам, естественное нам, и мы его как-то не ценим, и не умеем его использовать. Если бы мы его использовали, вот я его использую для того, чтобы создавать новый контент, объяснять, с одной стороны, ключи объяснять, с другой стороны ключи объяснять, чтобы вы могли с разных сторон понять, разные грани метода, чтобы могли с разных сторон понять. И опять, как многие мне пишут, о, у меня все пазлы сложились, теперь я понимаю, почему аутотренинг работает, теперь я понимаю, почему релаксация работает, почему медитация работает, Потому что мы там выходим на состояние отрешённости, эмоциональной дистанцированности. А где нет эмоций? Нету рефлексов реагирования. И мы в этом состоянии как бы пустоты ума, эмоций в этом состоянии. И вот представьте себе, в этом состоянии вы помечтаете о том, что вы выздоравливаете. И это состояние, в котором у вас нету сомнений. У вас абсолютная уверенность, что так и будет. И поэтому вы выздоравливаете. Но гипнотизёр же гипнотизирует человека и внушает ему, ты теперь будешь здоров. И поскольку у того нет критики в этот момент, потому что он в нуле. Да, и в этот момент он воспринимает это прямо как абсолютную веру. По вере вашей. И да будет вам. А там это происходит, на автомате. Гипнотизёр погрузил в глубокий гипноз. Человек находится в этом состоянии. Гипнотизёр ему говорит, завтрашнего дня вы будете чувствовать лучше, вы будете лучше спать, вы будете лучше просыпаться, вы будете чувствовать себя свободнее, легче. И все дела у вас пойдут лучше. Да, и вы из полосы неудач перейдёте в полосу везения. Да, и так он делает несколько раз там свои сеансы, там, ну, допустим, 3, 5, 8 раз. Да, и человек начинает там всем писать, вот он мне помог, это же вообще потрясающий специалист. Вы же и сами можете это сделать. Конечно, подберите себе то состояние, которое вам хочется продолжать, те движения, которые вам хочется продолжать. Это или дирижирование, да, или перебрасывание мячика, или ещё какое-то. И думайте, о чём думается, и вы придёте к тому, что вы ни о чём не думаете. В этом состоянии подумайте. Оценить это состояние безмятежности, и в этом состоянии помечтаете, что теперь всё будет хорошо. И это сработает. На самом деле, вы заметите, потом понаблюдайте за собой несколько дней, что у вас дела пошли лучше. Да, друзья, до встречи. Спасибо.